всем доброго утречка всем привет доброе утро итак у нас уже такой пятый день здесь все классно после бани вообще очень давай пару слов как ты себя чувствуешь утром потому что подписчики извиняюсь перебью тебя подписчики пишут которые употребляли которые употребляют которые спрыгивали ну короче со стажем баня ни в коем случае не то теплый душ все там это очень короче слушать ребята вчера после бани блин чувствовал себя наверное на первых пару часов вообще как тигру ничего не болело до силы присутствовали все было нормально приехали домой даже если честно пошел упал час поспал но проснулся вот после этого часа я открываю глаза в ужасе именно в таком ужасе в страшном короче вскочил и побежал ночь ник блять не могу ничего понять хожу туда-сюда лег на пол лег короче в одну сторону кровать боком постелил так по-другому ну короче ничего мне не получалось долгое время пошел же взял все-таки таблетку лирики закинулся полазил полазил опять покрутился перекрутился короче что-то походил пошел покурил уснул блин клянусь вам уснул спал лучше чем все эти дни я тупо протопил лучше чем вчера даже спал позавчера и до самого утра я даже не просыпался после этой лирики но правда встал вышел на улицу голова кружится то есть земля тупо из-под ног уходит я наверное ну первых минут сорок я вот только пришел в себя более-менее чтобы как-то разговаривать я не мог вообще то есть понять ну что мне делать закрывал глаза держался чтобы не обрыгаться поэтому очередной раз я хочу сказать что это ну лично мне не нравится я лучше буду как-то по сухому если получится ну конечно с ним будет там выхода какого-то уже буду ну там как-то ну может с вами может попробовать какой-то другой выход из положения это не альтернатива надо пробовать что-то другое потому что ну раз она тебе не подходит может это отлично для тебя не поднула попили видишь чая но спушили какой-то булочки нормально себя хоть стал чувствовать даже включили музыку я даже танцевал только сейчас на новом место зарядки сегодня танцевали жалко блин не засняли надо было снять это все но мы как-то вам покажем мы танцуем у нас отрывает колпак тут делать больше нефиг тех кто хочет зрелищ и каких-то там знаете трэша какого-то ну пацанам хреново блин тяжело зрелищ здесь на даче ну я вас разочарую наверное заранее не будет никаких зрелищ по большому счету какие тут зрелища мы снимаем показываем он когда уже приедем после этого всего освободимся так сказать от всяких вот этих зависимости приедем в киев будем думать будем устраивать бои заниматься спортом будем думать о зрелищах и всяких остальных уже моментах на данный момент пока так поверьте на слово просто что я говорю ну я не хотел бы чтоб допустим снимали как я там кручусь на этой кровати валяюсь как какой-то ну я не знаю кто что уж да но здесь кому то это интересно но можете представить себе вот ну лежу его разные стороны кручусь но зачем это кому надо ну можем это показать вам зачем это надо не ну смотрите то есть короче ну я думаю понимают те кто употребляет они понимают и так что это такое да серионе он по утрам допустим вообще не может встать пока у него начинается самая жесть но вчера в бане ему было классно он кайфанул первые здравые мысли он вчера сказал первые его слова которые от него услышал вчера это были в бане он говорит я ну я как типа как ты шо то он говорит да мне пофиг как там завтра как там было вчера говорит мне сейчас так классно я сейчас тупо кайфую согласен я ты помнишь я улюбляю уважуха пожал ему руку потому что это первые здравые слова она реально просто так понимаю ускорила процесс потому что если честно баня ускоряет наверное процесс мы так пришли к тому выводу что кровь быстрее играет и после нее может быть хуже даже да но почему потому что процесс ускоряется кровь быстрее начинает играть поры открываются много выходит жидкости мы вчера пили воду просто обычную водичку без газа и парились пили парились я просто хочу сказать знаете то есть но я еще в очередной раз повторю не надо себя жалеть и как бы не было плохо в жизни бывает намного хуже поверьте я блин меня били железными палками и ногами били это был было в жизни такое да ну что но это но это намного хуже чем то что я вот это там кручусь то что ты меня морозит то что я кручусь ничего страшного по-своему ощущал в жизни боль каждый человек ощущал трудности какие-то просто разные все люди по разному к себе относятся кто-то более наркоманы вот я смотрю вот так вот ну и знаю я бы их всю жизнь вот так вот рядом там они вокруг вот такие которые на кумаре они очень эгоистичны они думают что только ему мне ты не понимаешь как мне хреново ты не знаешь ты то базара нема я не знаю может быть то и не ощущаю то чего ты ощущаешь но я тоже испытывал боль я тоже испытывал какие-то трудности в жизни били там то пытали и не раз и блять так пытали в детстве блять 90-х годах так били в райотделах в киеве детей да купили на лом и вешали у меня мы по делюге лопнули блин с подельником одновременно и каждый написал сам на себя что это я я написал что это я был один а он написал что это я был один я так поехали вдвоем так мы поехали вдвоем это жесть ну всякое в жизни бывает я конечно не хочу там умилять не умилять а преуменьшать страдания от наркотиков конечно но все-таки нужно держаться если ты мужик нужно себе находить силы какие-то не жалеть себя наоборот к себе нужно как-то это закалка очень сильная закалка в будущем нужно проходить чем чем мне кажется чем жестче у тебя кумар чем ты больше его прочухаешь чем меньше ты будешь жрать таблеток и всякой внешней херни тем больше ты тем сильнее ты станешь в конце концов кстати мне еще сестра подсказала вчера еще один альтернативный такой способ если кто-то захочет уехать тут есть сарай с погребом не надо никого связывать не надо ничего будем закрывать можно еще и закрыть конечно так что я не хотел бы там сидеть если честно может быть это будет вторым нашим правилам мы об этом подумали по поводу я писал некоторые этим читал мне понравились очень сильно комментарии да спасибо всем большое спасибо мы польщены очень сильно у нас не надо так нам льстить у нас вырастают крылья из-за этого и мы можем блять высоко взлететь пока не надо так но все равно спасибо нам приятно такой прикол читаю закидывает какой-то человек комментарий а на чем же типа лебедь спрыгивает чё он туда поехал от шишек говорит невозможно ну типа я курю полгода шишки там потом бросаю не курю их вообще и типа мне пофиг я курю траву вообще всю свою жизнь сколько я себя помню я считал ее всегда не наркотиком всегда агитировал что это не наркотик я занимался спортом ходила ну конечно мешало мне немножко но я хотел занимался спортом при этом курил нормально так хопал если честно но что я хочу сказать что я залез конкретно в торбу прочувствовал что такое торба почему в чем это выражается я начал себя грубо говоря трахать в душу потому что я всем говорил я уже начал озвучивать все кидаю там пасха образно не курю после пасхи надо мне я знаю три раза ты приезжал говорю все это по всем озвучивал думал что это меня сдержит хотя бы продолжал курить продолжал курить я не мог просто остановиться я очень много ее курил меня будила ночью чувство того что мне надо курнуть я просыпался вставал шел курил постоянно курил в этом состоянии был пребывал всегда кости не спиздите кто меня знаете с кем я курил траву они не дадут спиздеть меня перекурить было очень сложно и накурить меня было очень сложно на курить я выкуривал я просто литю уставали я переставал курить это что по поводу этого и тут наркомания мітакхи ужасное. У меня даже до сих пор не нормализовался сон. Ну да, ты засыпаешь во сколько? В 2-3 часа? В 2-3? Вы можете посмотреть по моим комментариям. Я просыпаюсь, отвечаю на комментарии в начало седьмого, а заканчиваю отвечать на комментарии около 3-х часов. Ну да. Все время я постоянно на ногах. Это не из-за того, что я там какой-то, блин, супер, блядь, Ленин или еще какой-то тип, который, блядь, гений, ну там, спит специально. Я не специально, я хочу, ну, как бы мне хочется уснуть. Отдохнуть, поспать. Да, отдохнуть, но я не могу спать, поэтому я пытаюсь чем-то занять тоже свое время. У меня атрофировались мозги нормально. Я вот смотрю на свои видео, когда общаюсь, я вижу, как я нормально атрофировался. Я много прочитал книг за свою жизнь. Нормально так, ну, не скажу, что очень много, но... Да нормально ты прочитал. Нормально я прочитал. Я благодарю тебе. У меня прорывается, вот только сейчас начинается прорываться память, я только сейчас начинаю более или менее общаться, только сейчас начинаю вспоминать какие-то моменты. По поводу того, употреблял, там, не употреблял, я употреблял практически все, пробовал. Просто я не залез, так случилось, обстоятельства жизненные, что я не был в торбе, ни на... На тяжелых наркотиках. На тяжелых наркотиках. Я бросил колодца в 16 лет. Кто-то начинает, там, блин, в 16. Я уже бросил колодца. И то, по... Так сложились обстоятельства, они от меня зависящие. Мне там... В 18 я видел, когда при мне кололись, я заехал там на тюрягу, смотрел. При мне кололись ширмом, у меня спадали трусы, и меня начинало трусить. Я подходил, унижался. Блин, пацаны, дайте полкубика, блин. И слава богу, я благодарен этим людям. Некоторые уже на небесах. А те, кто жив, я очень им сильно благодарен за то, что они мне говорили, слышишь, давай, малый, топи отсюда, слышишь ты, блядь. Чего ты, сука, тут присмыкаешься? Извини. На тот момент мне было, блин, больно. Я думаю, вот, сука, на реке, блядь, гандоны, сука. Жадные, сука. Ждячим вместе, хаваем вместе, передачи вместе, сука, жрём, блядь. Околимся разбитым понтом. Околимся разбитым понтом. Да, ты правильно спасибо сказал. Вот. Поэтому я употреблял всё. Употреблял. Кто знает, меня тут скажет. И, в принципе, я о чём хочу донести. Я, вот, закидываю эти люди, там, такие вот моменты. А как вы думаете, что он там, от чего он спрыгивает на даче, на этой? Я, в принципе, здесь, по большому счёту, ни от чего не спрыгиваю. Я могу и дома точно так же спрыгивать. Просто, у меня мой близкий приятель, братан, здоров. Спасибо тебе. Да. Костя его тоже знает. Он надул мне пару саблин ночью. Мы начали общаться. Он говорит, послушай, Саня, я вижу так, если ты в натуре хочешь помочь ему чем-то, а не так вот это, блядь, понты ебени, там, ходить в зал, и, блядь, а он на троещине, там, он, блядь, у него тоже слетят трусы, блядь, он на троещине, он по-любому лопнет. У меня мысли были такие много раз. По-любому лопнет на троещине. Он говорит, если ты хочешь, блядь, говорит, я тебе помогу там даже, сними какую-то будку, блядь, закройся с ним, просиди месяц-полтора, вот это будет помощь. Все остальное, это фонарь. Я после этого разговора, я после этого разговора, с моим очень близким другом, моим кентом, и я даже больше скажу братом, после этого разговора, я тупо встал, это было 12 часов ночи, сел в машину, и поехал Костя на троещину, и сказал, либо мы едем, я думал, в селок себе забрать, но там вообще бы я не смог бы видео выкладывать, там даже лайф не ловит, вообще связь не ловит, там такая глушь, но там бы было бы круче, чисто для спрыжки. И я сказал, Костя, либо мы едем на дачу, либо, блядь, мы дальше, ну, бежим просто-напросто, я понимаю, что он лопнет на троещине, я четко это осознал. Поэтому на даче здесь, у меня как бы тоже реабилитация, не скажу, что я такой красавец, там привез, там пацанов, все ради них, нет. Я сейчас, с марта месяца, с 12 марта, я решил, ну, чуть раньше, короче, с марта месяца, я решил очень круто поменять свою жизнь. Касаемо всех своих зависимостей, наркотических и не только. Зависимостей от мнения, блядь, нафиг ненужного каких-то людей, блядь, непонятных, обращать мнение на них. Зависимости от своего эго, зависимости от своего страха и всего прочего и тому подобного. Сирене вообще, то есть, чтобы вы понимали, тоже, мы вот ехали, реально договорились, что мы едем завтра, он просто в этот момент решился и поехал просто с нами. То есть, тоже никто. он узнал спонтанно. Благодарю видео, увидел видео и говорит, блин, пацаны, давайте я поеду с вами, там, ну, попросился, ну, как мы, он и говорил уже, мы не смогли ему отказать. Я еще хотел добавить, как ты говорил, те, с кем я начинал колоться, это не один человек, это больше десятка людей, из них может быть остался один. И подумайте, как вот, как мне об этом вспоминать и думать, вот как, ну, сколько одноклассников наших, мы, все, никого нету. Вы же знаете, кто нашего возраста, блин, что это было такое, то есть, это мало того, что было доступно, почти 20 лет в колоться, доступно, в аптеках это все продавалось, 90-е годы, это было модно, это было престижно, это было в порядке вещей, молодежи, то есть, вы ходили, смотрели, блин, ну, я объяснял, идет толпа, все с водичкой, насычухают, рыгают, нахватят трамодольщики, блин. Не, 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 братан, я даже так трамодольщики, я сразу же укололся героином, потому что взрослые пацаны, постарше, которые, они были для меня авторитетом. У меня тоже приятель, ты знаешь, о ком я говорю на Радужном, не будем называть имя, я знаю чувака, он в 11 лет, он крал на кармане, он в 11 лет уже был в героиновой системе, в героиновой системе на Ломоносово. Вот представьте, какое было время, в 11 лет. Представьте, это мой тоже близкий приятель, если слышит. Писюны вот такие вот, блядь, писюн не вырос, кололись, блядь, героином, пиздец. И вы говорите, да, я тоже, меня, слава богу, так жизнь отвела, просто что я не попал в торбу, не попал в систему, но всеми остальными качествами наркоманских, все остальные качества наркоманские во мне присутствовали, и я с ними борюсь. То есть, обман, я начал травку, вы говорите, не наркотик, я начал себя чувствовать таким наркоманом, как и любой другой наркоман. Я начал уже обманывать близких, я начал, блядь, юлить, я начал искать какую-то хрень, блядь, я начал себя дурить, я понял, что у меня нету ни капли силы воли, самоуважение начало падать к себе, самооценка начала падать, и это все меня очень сильно, блядь, раздражало, я вот решился на этот шаг, я очень сильно рад, что я решился на этот шаг, и спасибо, что еще один мой брат и близкий друг мой затянул меня на курсы по дыхательной гимнастике, спасибо тебе, братан, она мне сейчас помогает, я еще ни дня не пропустил, я каждое утро дышу, и намерен дышать, я хочу выработать в себе привычку, точно так же, как привычка, у некоторых есть курить сигареты, как у меня была курить травку, точно так же, я хочу выработать привычку дышать судо-шанкрию, каждый день. Короче, утро у нас началось, все класс, Серега жив, не переживайте, все нормально, знаете, он не попадает в кадр только из-за того, что у него, он не, он сюда не для этого приехал, он изначально не хотел в этом участвовать, мы по собственному желанию открыли лица, сказали свои имена, и мы это осознанно сделали, то есть обдуманно, это были наши конкретные обдуманные действия. Это мотивирует, кстати, очень тоже сильно. Это сильно мотивирует, когда на тебя смотрят, и большое вам спасибо, у нас все больше и больше подписчиков, все больше и больше комментариев. Это мотивирует все. Ну, пока, что, грядут праздники, начинается весна, всех с наступающим, погода класса, все классно, дальше будет интересней. Я уверен, мы будем развиваться, мы будем становиться лучше, мы будем думать, как нам развивать наш канал, мы будем думать, как развивать наш контент, Чтобы вам было не только смотреть Как наркоманы вам рассказывают каждое утро Что они себя чувствуют Ну и как дальше Пока мы просто не выезли отсюда И здесь очень Короче мы пока не знаем Но мы думаем Извините потому что мозг у нас еще Ссохшийся И плохо мы соображаем Может вы что-нибудь подскажете Что бы вы хотели видеть от нас Мы будем стараться это делать Короче всех еще раз Любим обнимаем крепко Все до связи Скоро будем еще что-то выкидывать Что-то снимать Все обнимаем крепко целуем Пока